мир вам с миром с миром вот если дома хранятся книги или журналы со статьями по астрологии и романтии и прочего оккультизма то влияет ли это на духовную жизнь человека нужно ли убрать эти журналы из дома вот так сказать твердо я не могу сказать потому что опыта у меня большого нету я знаю про себя и про двух-трех человек поэтому я ссылаюсь только на то что известность литературы у меня кто-то принес книги кто-то из которые уверовали они имели а там елены блаватской там такое на за крупные кредиты но я их сразу сложил сумку и к мы каждое воскресенье ходили гулять в лес ну там сучков набрали разодрали сожгли какое-то такое название что-то я забыл его даже тайная доктрина да 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 и там было иванов вот этот обливались водой то паршек порфири его звать и книжки там его там всегда где попадали сжигали и на этом конец интересно мне пришлось они тут ивановцы эти так их прозвали они там обливались водой и я пошел к ним на занятия где я слышал я старался везде проникнуть а их много целый зал если это лещится там обливаются снегом там все такое-то ну и мне дали слово и далее кажется два раза больше не стали давать у них кажется 32 что ли человеку ушло сразу я им ополовинил там и они тут объявили когда занятия на горе а я пошел не пустили во внутрь не пустили это у нас еще было я сидел в тюрьме когда его нет в лагере врач хорошая такая ко мне так относилась татьяна прокопьевна и говорит но всех закрещенных старается расшевелить а мы там туберкулезный отдел был а у меня не туберкулез затемнение бронхов сильно долгое в холодильнике было вот и она решила показать какой был высоцкий владимир семенович у я говорю по этой теме я скажу ой нет нет игнати технич только не говорите вы сразу его в пух и прах разнесете у меня праздник сорвется а вне очко это ставить конечно очко называется там галочку ставить то он же был одержимый ему все время демон являлся какой же он пример может дать блудник из блудников был он вообще не ничего не понимал собака это больше знала чем он хрипел стоял наркоман было закончено и так он и ушел из жизни от наркотиков сильно когда он работал на таганке у него там любимов был режиссер то он его сильно не любил и когда уже умер но говорят о мертвом говорят только хорошее ничего плохого это римская поговорка она не так гласит совсем а мертвым говорят все или ничего вот как а не то что хорошее у него хорошего не было и любимов уже после смерти высказывал негодный человечешка был то представление его люди билеты купили а он пьяный валяется ну еще тут кому это понравится то и и он так сурово сидел и объяснял он одержимый был ему бес являлся и там написал пакость на богородицу я когда его за зале ну обличили а почему пушкин написал можно мне нельзя то есть он себя мыслил уже наравне с пушкиным по какому-то делу хотя есть у него такие стихотворения я их даже взял но это к делу не относится так а как это узнаем вот говорят это вот я на тот вопрос хотел маленько добавить пророком аллахи есть 318 вот говорят а вот как он жил концовкой жизни решает концовка как он жил а итог подобьет бог и тогда снова увидите различие между праведником и не счастливым между служащим Богом и неслужащим ему римлян 14 6 кто разрешаете да господа разрешает и кто не разрешаете для господа не разрешают т akit для господа есть ибо благодарит бога а кто не есть для господа не если благодарит бога поэтому у нас хотя разная в любом деле может большая быть разница но надо смотреть как это было у святых поэтому по чистому заметили святые когда рождались а поэтому если священник так говорил они бывают папы оригинальничать хочет я потом даже выговаривал но вы знали что тогда я просто сказал так и у меня интересный материала крещение вот который материал но он был более укороченный в книге к истинному православию там к истинному крещению ну и нашелся один тот священник наши раздавали газеты тогда не было книг газетами этими но отдельными материалами я печатал в газетах отдавал печатать у них университетская газета 999 экземпляров не 1000 почему-то а вкладку они сколько хочешь я заказал за за 25 тысяч оплачивал все уносил и но это было удобно дальше только сворачивать и дорогой мы давали много-много распространяли потому что человек когда что-то имеет в руках он больше начинает познавать а материал такой на дороге не валялся его просто нигде не было это сильно трогала тех людей которые обличались словом божьим они подходили всегда расспрашивали а мне за это что будет от бога а как будет и вот эти даже экстрасенс это колдун это были я стал одному говорить еще ходил смотри а я чего ходил так ты на исповедь отходил я пошел а батюшка говорит я сам ходил батюшка то говорит у экстрасенса плещился ну еще на это сказать то здесь также если эти книги есть уничтожать все и этого не надо бояться то а батюшка который это утверждает что никакой роли не играет он не знает вот и все мы считаем такое деяние 19 19 легко запомнить а и занимавшись и щародейством довольно многие собрав книги свои сожгли перед всеми и сложили цены их и оказалось их на 50 тысяч драхм было даже такое что божья матерь покинула одну келью где хранилась еретическая книга вот мы считаем жития святых и 9 июня кирилл и александрийский кирилл не иерусалимский александрийский вот тоже был привязан к своему дяде а дядя феофил патриарх главный гонитель и она златоуста и когда и она за то уже умер погиб на пути он его не хотел поминать потому что дядя его гнал то патриарх но ему божья матеря как бы явилась и сказала что он мученик он на небе тогда стал поминать тоже королесили так как хотели вот 15 июня иероним стридонский иероним стридонский на западе такой же почитаемой католической церкви как у нас златоуст ангел видение ему пристал и давай пороть плетью за то что цицероном увлекался и считал что он очень добрый учитель словесности а язык библии грубым иероним стридонский там эти книги даже в руки на нельзя брать они все мне ходил приходилось отвечать на такие вопросы от касающийся пакости эта роза мира огни йоги я читал от корки до корки подчеркивал доктрина булаватская вот это да все это у меня обработано с подчеркиванием вынесено в старай хотя большую часть этих книг я и жжёг но иные надо мне было оставить потому что по огни йоги пришлось собирать в университете объявления дать но и пришли из города люди сообщили там такие ну видно что интеллигентные решили дать бой а я ничего не нападал просто его фразу беру а дальше сразу же на доске пишу из библии и они сидели и ни один рта не поднял ни один не сошел с места занятия кончились аудитория огромная такая и они все разошлись мирно сравнение показала что он дьявол вот так у меня газет дома хранится заходишь и крупно написано для будущих поколений я переплетал газеты складывал где-то я посчитал примерно 750 килограмм очень большой у меня архив был я переплетал с корочками делал газеты а вот такой еще вопрос а что делать примеру есть газеты православные и там где изображение икон крестов но они уже старые уже сгнили и куда их девать живо сжигать об этом говорят правильные правила говорят только не на попирание сжечь все никакой там энергетики нету придумали энергетика да где икона то спрятано так почему же там эти сторожата лучше не делаются продают их ящиках все понятно может ли бесовская сила вселяться животное и вредит человеку и как с этим быть если такое произошло и вот второй вопрос бешенство собак и вообще животных это вирусное заболевание или имеет духовную основу если бы что-то было сказано хотя бы немного я бы сказал библии ничего нету поэтому я обращаюсь житьям святых и к опыту жизни раз библия ничего не говорит когда с ними такое случается считается они одержимы бесовской силой это по житьям святых видности там андрея симона эти такие звери могут вредить кусать бешенство передавать а на самом деле являются демоны виде при разных животных присмыкающихся там крокодилов такие вот в житии ионики великого его молитвы мы утром считаем что в окрестностях были собаки ну такое у нас было и он их всех перебил попробуй трон сейчас где-то его бы убили а он главное видно ничей на собаке были как он перебил собака очень животное такая как-то прирушил сначала прикормила потом убил вот так иногда такой вид сам демон принимает тот случай со свиньями стране гадаринской вот так я не могу даже представить как собаку на тебе бил то собака воет тут у меня сосед мешает отдыхать чем он перебил их какая реакция хозяев было вот как мог он соединить беснование с вытьем собак тоже я не знаю а собаки обычно будет как волки у бешенство вирусное заболевание это поражение нервной системы и мозги и лещится на медицинскими препаратами не только молитвами так что отрицать этого нельзя вон какой у тебя это что кот это когда книги брали это он там лазил она это она она даже не глядит у меня вот здесь зеркало голубь я держал в комнате вот вылетит о кошка ну-ка она не видит меня да я могу прочитать даже маленькое стихотворение 10 потерянном раю уже впервые дымной мглой подернут был и дымский сад уже пожелтнувший листвой усеян синий был ефрат уж райская не пела птица на ней орел шумел крылом и тяжело рещала львица пещеру загнанная львом и озирал злой дух с презрением добычу смерти пышный мир и смертным поколением отныне буду я кумир и вдруг он видит в райской сене уязвлена омрачена идет подобно скорбной тени им соблазненная жена невольно прядю кос волнистых она слегка прикрыла грудь уже для помостов нечистых пролег и в душу знойный путь и ей десницу простирая встает злой дух он вновь готов есть сладкая лестью слух лаская петь о блаженстве грешных снов но что уста его сковала зачем он пятится назад чем эта жертва испугала того кому не страшен ад он ждал слезы и улыбки рая молени робкого стыда и что ж в очах у ней такая непримиримая вражда такая мощь души без страха такая ненависть какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой грозы божественное сверкание тех молнии что его с небес не зверкли не без содрогания в ее очах увидел бес и мглу сокрылся привидением холодным облаком осел змеей в траву прополз шипением в деревьях бурей прошумел носила праведного гнева земного рая не спасла и канула слеза у древа познаний добра и зла яков полонский до хороший стих но вот по поводу бешенства все-таки это психическое заболевание я так и не понял бешенство психическое за как это ну на 1 там уровне там микробы дают и какие-то уколы лечатся а бывает и так что вошли демона ничего их не лечатся их перебить только надо вот такой ответ он может такой и такой будет от это всегда бывает разница где дождь и снег а вот вопрос шизофрении и вот эти психические заболевания сейчас распространенные как вы думаете это все-таки психические заболевания или это одержимость у кого основать ну вот очень сейчас распространена шизофрения везде вообще ведь но ни у кого везде не могу ответить я не знаю когда конкретно человека расспросить что у него было так никак нельзя ответить а это уже ответь как шаблон не знаю люди разные были которых я знал я знал из них было три бесноватых и пять там допустим поврежденная рассудком что-то у них было ударились там взорвался котел и его задело и просто крышу снесло это я знаю а как отличить но как отличить во первых он ну просто невменяемый стоит все время в церкви дергается и ухо крестит выше на улицу я его подозвал говорю пойдем ко мне в гости сходим он пошел анатолий звать я расспросил когда и как я говорил уже об этом там одна любила переодеваться учительница ее там сатана захватил близко то так не приходилось в одном месте жить нигде я бы с ними жить не стал они невменяемые есть которые придуряются в одном храме солдатка это когда мужа забрали рекрутировали она дома одна солдатка называется и и вот она кричит называется тому это раскудахщица там по собачьей заводит и еще что-то и ее жалеть стали кликушество это уважают люди маленько погодя еще одна приехала тоже как вдова и она тоже так же третий у них уже вместо одной уже пять таких а новый священник пришел или как только выносит евангелие то они орут вопиют там просто безобразно так еще с ними то да вот такая одна болела тут вот эта авдотья старшая то а эти от нее наверно переняли или не знаю как он говорит вы их попросите никуда не уходить я с ними переговорю а там ребятам договорился так завел их там кутузку то и у дверей мужик стал никого не выпускать так давай эту первую тащи сюда ну и начали плетью охаживать там один а батюшка я его благословляю на это дело то но на и все но сейчас сделай тогда тебя посадят вторую туда все больше ни одной не было все вылечились никто не стал кликушествовать и а людям проповедях разъяснил вы найдите тех у которых много детей там помочь надо явно что есть средств не хватает а это и они не стали кликушествовать такой вопрос скажите правда ли то что домового можно увидеть после того как на пасху первым получишь от батюшки пасхальное яйцо и после за утренней прийти домой положить яйцо и произнести нужное заклинание это домовой появится материализованный вот такое в народе у людей есть такое поверье ну правда домовое что яйцо связано как-то не знаю у нас этого не было приметы были другие по другому делается на трапортовался города допустим и что домовой домовой это бесы которые пали в разных местах живут по вашему вызову явился или как а зачем он домовое правом оставить представителем правкома или вызвать паспорт как полиграф по полиграфу еще собачьем сердце булгакова домовые это падшие ангелы демоны являющиеся в различных образах они какие-то другие духовной личности а за одну такую мысль вы уже должны быть наказаны а за подобное волхвование отучено от церкви на много лет некоторые во время таких сеансов с ума сошли внезапно скончались беспехитил душу из евангелия узнаем что беснование и луна якобы связаны между собою вот полнолуние он говорит и сын мой падает и спускает пену полнолуние матфея 17 13 15 сказал господи помилуй сына моего он в новолуние беснуется и тяжко страдает ибо часто бросается в огонь и часто в воду никакой связи нет златоус поясняет это дьявол специально делает чтобы у людей мысль возникла что будто бы это от луны происходит то хулили творение божие а луна вообще ни при чем а что говорит был радостной пасхи вообще нету тем более ты участник если был торжественной литургии проще а получить истония от кого-то от священника это вообще хранит его будешь дьявол это вяжет с нечистой силы под видом домового отвращая тебя от священника исаи 34 14 и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками и лешие будут перекликаться один с другим там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой что он имел ввиду буквально это или этим он называл какие-то людей которые всякие пакости творят но мы даже разобрать оба момента чтобы потом не оказаться повинным в этом и там в этом доме будут встречаться с дикими кошками в пустыне проведения это будет перекликаться это такое есть до на что такое чревовещание и почему она бывает у человека избранный сосуд от дьявола он прорицает предсказывает что-то 2 пара репоменом 35 20 после всего того что сделала и оси в доме божием и как сжег огнем царь и оси и чревовещателей и волхвов и капище и идов и дубровы дубравы бывший иерусалиме иудеи чтобы утвердить слова закона написаны в книгах которую нашел хелкия священник в доме господнем исаи 8 19 и когда скажет вам обратитесь вызывателям умерших и к чародеям и шепту нам еще вовещателям тогда отвечаете не должно ли народ не должен обращаться к своему богу спрашивать ли мертвых а живых не надо бояться кто этим занимается прямо подойти обличить и сказать 29 4 будешь унижен земли будешь говорить и глуха будет речь твоя из-под прахи и голос твой будет как голос его вещатели из-под праха шептать будет речь твоя в советское время это давало интерьер одна вещательность бы работала она тогда в центре цирке где-то там вот такой не было места в гостинице зимой она тоже взяла на руки завернутую куклу и что бес начал из нее издавать такие душесчипательные рулады замерзающего ребенка в кавычках это все взято что над ними сжались и выделили номер в гостинице а другой вещать его вещать и похвалялся что он продал богатому немецкому князю курфюрсту за базнословую цену свою собаку как умеющие разговаривать и отвечать на любые вопросы на чистом немецком языке во время торга в ресторане за собаку отвечал нечистый дух из чрева хозяина видишь как мы даже это не видим одновременно и в очреве уже сам хозяин и собака и все уже дорожено так если так все везде много так лучше тогда из дома не выходить может быть и лучше вот так не получится если ты не один там другие на себя это взяли миссию покупают варят пекут то это ладно у меня володе нет я утром два часа почти что отдай этому без 15 6 я уже заканчиваю все вот так еще существует такая примета что когда собираешься ехать дорогу то нельзя подметать или мыть пол и вот женщина говорит один раз я пренебрегла этим и сразу в пути со мной случилось несчастье теперь я твердо держусь этого правила хватит мне этого одного предупреждения еще если что-то забыл уезжая то никогда не возвращаясь а то будут неприятности что вы можете сказать по этому поводу я книг много читал и знаю что это в древности было приметы в римской империи у дикарей это везде было все ну мы посмотрим что говорят святые отцы потому что вопрос надо не по библии там этого нету нету совсем а святые отцы написали особое правило против верящих в приметы 6 вселенский собор 61 правило можешь считать предающиеся волшебникам или так именуемые стала начальником или другим подобным дабы узнать от них что вас хотят им открыть согласно с прежними отеческими о них постановлениями да подлежат правилу шестилетней эпитемии той же эпитемии надлежит подвергать и тех которые вводят медведиц или иных животных на посмешище и на вред простейших и соединяя обман с безумием произносят гадание о счастье о судьбе о родословии и много других подобных толков равно как и именуемых облакогонителями я не знаю что такое обаятелями облакогонители то ли представляет что облако идет мимо делателей предохранительных талисманов и колдунов закосневающих же всем и не обращающихся и не убегающих от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем извергать из церкви как и священное правило повелевает ибо какое общение света ко тьме якожа глаголит апостол или все сожжение или церкви божией саидова или кая счастье верному с неверным кое же согласие христос христа с велиаром согласие какое ян златоуст исключительно иронично вы сменит все суеверия приметы и верящих им считает пленниками дьявола сайге есть такое правило когда кто-то уходит оставляет все подготавливать так чтобы человек полумертвый забрался только там и спички лежат и все сразу был у него кто бы что где не был еда и топлива должны быть полной готовности примите это правило для себя дьявол может дать возможность иритику пройти по воде чтобы утвердить его в ереси как говорят святые отцы вас дьявол уловил на вашем мусоре и домашней грязи но я знаю что когда на нельзя возвращать это тоже было возвратились но он опоздал на поезд я сейчас прибегу возьму нет и нет нет и нет без него двинулись и пояс машем рукой уже мимо и километр поезд прошел только бежит а смотреть заранее было ну все все тогда цикл бесед да по бесам то заканчиваем первый цикл ну вот хорошо показывать и какая картинка должна быть а ну да да сегодня почему-то я закачивал жития 7 файлов и златоуста 7 жития ни одной картинки нету нету крутится на одном месте записать записалась чернота на черноту так отыщешь и но этот ну смотрели мы что как допустим приезжает когда-то кто-то с чем приходит надо маленько узнавать даже людей то кого ты принимаешь у них какая-то особенность такая есть или они счета боятся вот интересно прибор вот этот видеоаппарат он тоже многое открывает колдуны боятся его они боятся все записывать чтобы не было какой-то страх я говорю почему да все открыто же не знаю мне страшно не снимайте я не могу ответить почему это или он что-то чувствует или как вот так грехи это мне кажется все грехи все то такое есть прямо никак не какой закрывается вот так вот у тебя сейчас это вычесть это ли меньше убегаешь от жены нет но больше на причине какое нету какая еще причина да а такой игнатик ночь такой еще вопрос вот нашем чате там иногда баталии происходят всякие я знаю знаю я же считаю все вы читаете до 1 выставляю события дня все так что когда будут вы скажете что все это сохраняется для потомков и как они на вас посмотрят я все абсолютно копирую каждый день и выставляю события дня ну тогда и на техничью давайте может вы все-таки отдохнете сегодня мы можно продолжить сегодня часа через два сколько давайте минут через 30 давайте через 30 минут тогда хорошо слава христу давай закрывай